Всем добрый день, мои дорогие! Сегодня хочу вам рассказать, как готовить дрожжевые булочки и потом мы их польем сверху глазурью. Дрожжевые булочки будут очень вкусные. Прежде всего я подогреваю молоком. 300 миллилитров молока. Подогреваю до 50 градусов. Ну так, чтобы для руки оно было более-менее горячее. Туда добавляю щепотку соли и 100 миллилитров сахара. Миллиграмм. 100 миллиграмм сахара. В горячее молоко добавляю 50 грамм масла. Минутки две перемешиваем. Чтоб сахар растаял, соль и, видите, масло начинает тоже расставать. Сюда мы берем 50 грамм дрожжей. Я беру обычно львовские. Вот эта 100-граммовая пачечка у меня, я ее делю пополам. Добавляю молоко и перемешиваю. Все делаю деревянной ложкой, потому что работаем с дрожжевым тестом. Перемешали. Оно у нас еще теплое. Где-то градусов 40-36,6. И можно добавлять муку. Первоначально муки добавляем немного. Ведь это мы сейчас подготавливаем опару. Оно должно подойти. Поэтому на наших 300 миллилитров молока, щепотка соли, 100 грамм сахара, 50 грамм дрожжей. Мы добавляем первоначально 100 грамм муки. Можно и немножко меньше. Но консистенция у вас должна получиться такой густой-густой сметаны. Хорошо перемешали, чтобы не было комочков. И ставим в теплое место до того момента, пока оно не поднимется. Это будет где-то минут 20. А может быть и 30. Надо на него просто поглядывать. Накрываем чистым полотенцем. И отправляем его на вот эту опару подниматься. Друзья мои, я хочу вам показать, как это делаю я. Вот я накрыла чистым полотенцем мою опару. Поставила обязательно на какую-то прокладочку, чтобы не на железе стояло, на газу. А рядом у меня стоит просто-напросто горячий чайник. Это только что вскипевший чайник. Он горячий. И он рядом возле, возле моего, вот, возле моей опары. И оно. Теперь я его оставляю. Где-то минут на 20. Через 20 минут загляну. Ну, вот, а чайник его будет подогревать. Прошло полчаса. Наше тесто подошло. И я беру растительное масло. Вымешивать его буду только растительным маслом. Только в растительном масле. Мы его вымешиваем, как и всякое дрожжевое тесто. И сюда ничего не добавляем. Вымесили. Я предварительно уже потихонечку вымесила, для того, чтобы не занимать эфирное время. Вот. И сейчас хочу показать. Дальше буду выкладывать его, буду выкладывать на противень. Предварительно уже подготовленный у меня противень. Я взяла пергаментную бумагу. Вот. И хочу вам рассказать, что надо брать именно не пергамент, а пергаментную бумагу. Именно пергамент. Чем они отличаются? Вот это вот более дешевое и желтый. Это пергамент. Что такое пергамент? Это недоработанный пергамент. Это уже пергамент. И сейчас я вам покажу, что я делаю дальше. Но прежде всего, почему надо брать пергамент, а не пергамент. Значит, пергамент, как он делается? Это просто на бумагоделательной машине, на каландрах бумагоделательной машины. Берется и просто уплотняется. Просто уплотняется на каландрах бумагоделательной машины. А пергамент, это берется пергамент, который сделали на бумагоделательной машине. И дальше, уже на супер каландры, под воздействием пара, давления и температуры, на супер каландрах, где идут, если можно сказать, то в 6 раз больше прессов, чем в 6 раз больше давится, чем давится на бумагоделательной машине. И таким образом, это более уплотненная бумага. Это более уплотненная. Значит, берем небольшое количество наших и формируем булочки, какие мы хотим. Лучше всего, конечно, их делать маленькими. Потом мы их обмакнем в нашей глазури подготовленной. Вот. Я их делаю вот таким образом. Вот. И у меня получаются такие вот симпатичные булочки. Если же вы возьмете пергамент, у вас эти булочки пристанут к нему. Именно от пергамента снимается очень хорошо. Или же когда-то еще рассказывали, что это, оно называлось в производстве калька. Это калька. Это супер увлажненная и супер продавленная калька. Она должна быть равномерная в просвете. Даже видна моя рука. Равномерная в просвете, только из целлюлозного волокна. Сюда макулатура абсолютно не добавляется. И хорошо продавленная. А если взять пергамент, он желтый. Почему он желтый? Так сюда что-то набросали. Сюда плюс ко всему здесь даже видны, вон, видите, точки. Видно, возможно, даже удешевляли, бросали макулатуру. И это может быть. Наши производители на все согласны. Вот такие вот, друзья, подготовленные булочки. Они минут 10 подойдут в теплом месте. И мы их потом отправим в духовку. Отправляем в духовку. 220 в первые 5 минут. Дальше на 180 и выпекаем минут 20. А пока наши булочки выпекаются, подготовим сахарную пудру. Нам надо будет 100 грамм сахарной пудры. Так как я не доверяю производителям, я делаю сахарную пудру сама. И вот я уже сделала. У меня есть кофемолка, у меня есть сахар. Я сделала сахарную пудру. Но производители в сахарную пудру могут добавить для удешевления. Туда можно добавить и крахмал, и муку. Поэтому лучше, конечно, я сделаю ее сама. И на миксере взобью яйца до белой пены. Так, есть у меня подготовленная уже сахарная пудра. Я обычно перемешиваю венчиком. Этим венчиком мы будем смазывать наши булочки. Поэтому здесь у нас 100 грамм сахарной пудры. Берем сюда столько, чтобы можно было перемешать. Я беру половинку, а потом возьму еще половинку. И беру хорошо взбитую пену. Именно, именно хорошо взбитую. А надо с белизну, здесь много не надо. 2-3 ложки. И все. Жидкое не берем. Берем только... Нет, все-таки нам венчик мешает. Мы его положим пока в сторону. А ложечкой хорошо все это перемешаем. Перемешиваем. И у нас получится прекрасно. Значит, что самое главное в глазури, как я поняла. Я не кулинар, не кондитер. Я самоучка. И так как когда-то мы делились рецептами, поэтому я и создала этот канал и делюсь с вами рецептами. Самое главное в глазури, это сахарная пудра. То есть, глазурь можно сделать, конечно, и просто с одной сахарной пудры. Бросить туда только ложечку воды. Но белок дает вкус и белок дает нам белизну. Вот эта белизна, которая красивая, это будет именно белка. Вот именно поэтому я беру взбитый белок. Все подготовлено. Это наша будет глазурь. Это наша сахарная пудра. И сейчас мы достаем уже наши готовые булочки. Наши булочки получились прелестные. Показываю. Получились довольно замечательные. Мы ставим здесь наши булочки. И начинаем их смазывать. Я специально беру такую досточку. Потому что, поскольку булочки не столько-то, они у нас и... Так. И заливаем их. Сахарную пудру я подготовила. Я просто думала их обвалять в сахарной пудре. Сейчас попробуем. Обвалять в сахарной пудре. Возьмем одну булочку. И вот таким образом попробуем. Ее надо только обваливать. Придавливать хорошо. Потому что по-другому... По-другому все-таки оно не получается. Поэтому убираем сахарную пудру. И оставляем лишь то, что мы и хотели. Значит, единственное, что мы делаем... Довольно много берем глазури. Глазури берем много. Потому что булочки наши не очень-то и сладкие. Мы их делали... Здесь будет чувствоваться мак. Здесь будет чувствоваться... Кунжут. Кунжут, как вы знаете, очень... Ученые говорят, что кунжут прекрасен для костей. Поэтому... Кунжут необходимо принимать кому сколько нравится. Ну, как можно больше. Вот. И поливаем обильно, поливаем их... Наши прекрасные булочки. Будут вот такие вот симпатюрки. Симпатюречки. Очень вкусно. Очень вкусно. Это мое блюдо. Рекомендую. Быстро. Замечательно. Друзья мои, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. А кто подписался, заходите почаще ко мне в гости. Оставайтесь со мной. Всего вам хорошего. Здоровья, счастья, успехов. Вам и вашим близким. Всем счастливо оставаться. Хорошего дня. Позитивного. Подписывайтесь на мой канал. Будем дружить. Пока-пока. До новых встреч, друзья мои. Такие симпатичные наши булочки получились. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Заходите ко мне в гости на страничку. Будем дружить. Приятного аппетита.